Вот эти тёмно-зелёные огурцы сорта 300. А ещё здесь растут цветогор, омега, аниса. Теплицам нет и полугода, а их продукцию – огурцы, салат и зелень – уже можно встретить не только в белгородских магазинах. Получать от 130 до 150 килограммов огурцов с одного квадратного метра в год – такую задачу ставят перед собой овощеводы. И зачем нам в таком случае заморские овощи, когда есть свои, прямо с зелёной грядки? Выращивается огурец на каменной вате. Она стерильна. Всё питание происходит через капельный полив. Делаются постоянные анализы. Анализ воды, анализ питательного раствора. Очень строго всё контролируется. В теплицу, как в операционную, можно попасть только после обработки рук и обуви дезинфицирующим раствором и в специальной одежде. Причём в каждом блоке эту процедуру надо проходить заново. Такие меры необходимы, ведь на одежде можно занести в теплицу опасных вредителей. Так что профилактика и ещё раз профилактика. Ловят вредителей на запахи. С этой целью инспекторы Россельхознадзора развешивают в теплицах феромонные ловушки. Эта ловушка была установлена нами месяц назад. Сейчас мы её снимем, заменим на новую, а эту передадим в лабораторию для идентификации отловленных вредителей. Трипс – крошечное насекомое. И правильно идентифицировать его можно только в лаборатории под микроскопом. Крошечный невидимый глазу калифорнийский цветочный трипс бедно творить может немало. У нас периодически есть обнаружение этого вредителя. На некоторые тепличные комплексы наложен карантин, введен на фитнес-санитарный режим, там проводятся истребительные мероприятия. Но дело в том, что трипса в закрытом грунте уничтожить практически невозможно. Это требует больших финансовых затрат. Вредитель очень пластичный, быстро привыкает к химическим препаратам. То есть здесь нужно комплексно подходить к этому вопросу. Но лучше всего, конечно, не допускать его появления в кабинете. Теплицы новые. Пока здесь мы не выявляли никаких опасных вредителей и заболеваний. Итак, ловушки собраны. Теперь слово за специалистами лаборатории. Что же они увидят под микроскопом? Пока что здесь в данном случае западного цветочного трипса нет. Здесь большое количество других сопутствующих насекомых, в частности двукрылых. Из них мухи-береговушки и сциариды. Они не являются карантинными объектами. Но специалисты предупреждают. У трипса короткий срок развития, особенно в теплицах. Поэтому обследование здесь надо проводить регулярно. И прежде чем отправлять свою продукцию за пределы области, необходимо получить в Россельхознадзоре фитосанитарный сертификат. Светлана Запорощенко, Роман Ушатов, пресс-служба управления Россельхознадзора для телеканала «Белгород-24».